Вчера наша команда в турецком Белике начала второй этап подготовки к весенней части оперенства ФНЛ. Ну а за пару часов до вылета в Турцию соглашение с Томми подписали еще два новичка, которых, правда, новичками можно назвать весьма условно. И Андрей Горбанец, и Георгий Джиоев хорошо знакомы томским болельщикам по выступлениям за нашу команду. Андрей проведет у нас на правах аренды оставшуюся часть сезона, а с Георгием подписан контракт на полтора года. К сожалению, пока с командой из-за проблем со здоровьем не могут тренироваться Александр Демитко и Живко Миланов. Надеемся, что Саша присоединится к партнерам уже на этом сборе, а вот Живко начнет тренироваться только на заключительном этапе подготовки. Едва разместившись в отеле, футболисты Томми отправились на первую тренировку. Кстати, навестить своих бывших партнеров заглянул Игорь Портнягин, благо Рубин, за который он сейчас блеском выступает, разместился неподалеку. Тренировка длилась чуть более часа. Разминка, игровые упражнения, но венцом в село стал небольшой турнир. Футболисты Томми разделились на четыре команды. Формула была простой. Полуфиналы, матч за третье и четвертое места и финал, победу в котором одержали, ну в общем, одержали сильнейшие. Ну, а после тренировки на наш вопрос ответил Валерий Кузьмич Непомнящий. Валерий Кузьмич, сегодня начался второй тренировочный сбор, едва команда разместилась в гостинице, сразу же отправилась на тренировочное занятие. Первая тренировка, она, наверное, носила втягивающий характер. Да, конечно. Мы обычно считаем, что в день перелета нагружать ребят нет никакого смысла, поэтому с одной стороны в аэробном режиме пробежка, потом эмоциональная игра какая-то. Тем более, что ребята из Томска летели не так-то просто сюда. На этом сборе у команды будет достаточно большая игровая практика. Команда примет участие в Кубке ФНЛ. В связи с этим специфика работы будет отличаться от той, которая была проделана на первом этапе подготовки. Мы постараемся сделать работу таким образом, чтобы она у нас носила обычный межигровой цикл. Да, там игры через день, но у нас примерно два состава. Поэтому мы попробуем вести работу таким образом, чтобы игроки, которые сыграли первую игру, больше нагружались уже в третьей игре. Те, кто играл в вторую игру, будут играть больше нагружаться в четвертой. Вот в этом смысле обычно через три на четвертый день нормальный цикл. Кубок ФНЛ носит неофициальный, скажем так, характер. И тем не менее, матчи в рамках этого турнира, они, наверное, все-таки будут чем-то отличаться от обычных контрольных поединков? Нет, конечно, эти матчи будут от контрольных игр отличаться. Здесь официальная игра. Во-вторых, уровень мотивации уже совершенно другой. В-третьих, понятно, что мы с одной стороны присматриваемся к другим командам и не очень хотели, чтобы вы видели нас. Но вот сам настрой, сами требования, которые предъявляются игрокам, они повышены. Игроки это ощущают, игроки это чувствуют. И поэтому мы с удовольствием участвуем в этом турнире. Подписаны контракты уже сразу с тремя новичками, которых, в принципе, новичками, наверное, можно назвать весьма условно. Это Денис Терентьев, Андрей Горбанец и Георгий Джоев. Что скажете об этих футболистах, хотя, в принципе, возможности их знакомы. И тем не менее, как они себя проявили на первом сборе? Хоть и говорят, в одну реку дважды не войдешь, но в одну команду возвращаться вполне возможно. Это в духе нашей команды. Ведь обратите внимание, почти всегда так случается, что игроки, которые по каким-то причинам покидают нас, и вдруг появляется такая возможность вернуться, с удовольствием это делают. С одной стороны, это доверие игроков к нам, а с другой стороны, мы знаем уровень и качество этих людей. Поэтому с удовольствием принимаем их и к себе. На предыдущем сборе, конечно, мы с ними познакомились, призная, что ни тот, ни другой, ни третий не были бы в том состоянии, которое нам хотелось бы. Но мы понимаем, что у нас еще есть вот этот сбор и заключительный, предсторонимательный, поэтому мы поднимем их до нужного уровня. Возможно, что к нашей команде уже на этом сборе присоединится кто-то еще из потенциальных новичков? Сейчас ведется работа, во всяком случае, еще по двум кандидатам. Имеется в виду в одну позицию, кто из них еще неизвестно. Но работа такая ведется, и я не могу дать нападающие. Да, это нападающие. В различных средствах массовой информации давно уже обсуждают вопросы о том, что есть некоторые, скажем так, проблемы с бюджетом у нашей команды. Сегодня было опубликовано письмо томских болельщиков, которые обеспокоены судьбой Томи. И как вы можете это прокомментировать? Ну, признаюсь, однозначно так, чтобы быть уверенным в том, что наша польза решится, у меня такой уверенности нет. Но хочу положиться на такой серьезный, тяжеловечный уровень нашего губернатора. Человек из этой системы, спонсоры, которые у нас работали, и у него вполне я допускаю хорошие связи. Поэтому я уверен в том, что эта ситуация решится в нашу пользу. А вот это письмо, о котором вы и говорите, оно тоже, мне кажется, очень вовремя показывает, что к нашей команде нет равнодушных в городе. У нас есть армия болельщиков, которая считает одним из лучших в стране. И вот этот, как бы, ход со стороны болельщиков, когда они обращаются, снижающая просьба руководителей области к нашему президенту клуба, даст, ему придаст еще дополнительные усилия с тем, чтобы он понимал, что за его спиной стоит серьезная область в футбольном смысле.